Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков, вы на канале Майджитеру. Это видео посвящено нашим потенциальным клиентам, которые будут закупать у нас линейку CVL, грузовую линейку для тяжелой техники. Как это работает, для чего берутся пробы отработанного масла на грузовой технике, и что мы замеряем, на что смотрим, и для чего это нужно. Информация сугубо специфическая. Те, кто не связаны с грузовой тематикой, наверное, это вам будет неинтересно, поэтому можете смело отключаться. Мы с брендом Eagle работаем уже, наверное, полгода, даже побольше маленько. Что касается индустриальной CVL линейки, мы завезли ее только сейчас, недавно. Поэтому опыта работы с CVL линейкой грузовой у нас в Сибири пока что мало. Мы ориентируемся на опыт наших коллег, которые работают в Владивостоке уже долго. Поэтому сейчас я хотел на примере Владивостокского представительства, Владивостокского офиса, рассказать вам, как работает эта схема. Все, о чем я сейчас вам рассказываю, задокументировано в описании к этому видео. Будет три ссылочки на три документа, на три результата испытаний. Вы сами можете их открыть, посмотреть, переходите в описание, в самой верхней его части, три ссылки на три документа. Как их читать, на что внимания обращать и что там написано, я расскажу чуть похоже по видео. Итак, в Приморском крае, в 500 километрах примерно от Владивостока, находится угольный разрез, с которым работает Eagle Oil. Мы поставляем туда грузовую линейку CVL 1540 CG4 дизельное масло. Там работают на разрезе, на этом у них экскаваторы, такие очень большие экскаваторы, как это пиллер. И работают большие грузовики FAF, китайцы. Раз в месяц приезжает туда наш сотрудник и забирает пробы отработанного масла с ДВС этих агрегатов. Это делается на 250 моточасах. Ну, такой стандарт, при котором обычно это делается. Все пробы отработанного масла, которые наш сотрудник забирает на разрезе, он привозит в аккредитованную лабораторию. Она находится в Морском государственном университете имени Невельского. Там есть учебно-научно-испытательная лаборатория химатологии, которая дает свой вердикт, делает анализ этого масла. Что испытывает? Вот так вот выглядит примерно результат испытаний. Еще раз напомню, вы можете сами их скачать самостоятельно. Ссылочки будут прямо в описании к этому видео. Три ссылки на три документа. Я вам предоставил результат испытаний из ДВС, которые стоят на двух FAF и на одном экскаваторе Кетопиллер. Там все это описано в описании, в верхней шапке указано. Что испытывают? Испытывают, соответственно, вязкость нефтепродукта при 100 градусах, испытывают щелочное число, что очень важно, и показывает нам то, как работает масло, как оно себя ведет после 250 часов, моточасов. Испытывают, делают анализ на температуру вспышки, делают анализ по элементам, делают, значит, самый главный, вернее, анализ, который я чуть не забыл, это наличие механических примесей. Это самый важный момент, который показывает нам состояние, собственно говоря, ДВС, который работает. Наличие механических примесей, это один из самых важных, на мой взгляд, моментов, которые я еще помню с опыта работы с КЭР. Что касается элементов, ну что измеряют? Измеряют на наличие в процентном отношении воды, железа, свинца, алюминия, никеля, меди, хрома, олова, в общем, всех тех элементов, которые обычно при таких испытаниях измеряются. Для чего это нужно? Это нужно, в первую очередь, нам, как продавцам масла, для того, чтобы понимать, как работают наши продукты, отрабатывать ли они те характеристики, которые необходимы, а для заказчиков, для тех людей, которые этим продуктом пользуются, понимать то, что они используют при замене, насколько это все соответствует их требованиям, и смотреть на состояние, опять же, агрегатов самих ДВС, потому что этот анализ, этот результат испытаний, он показывает косвенно, конечно, но не то, что косвенно, он прямой показывает состояние агрегата. Поэтому, если ДВС уже требует капиталки, например, там, то это результат испытаний, об этом нам расскажут, для тех, кто умеет это читать. Вот, я проработал в Моксомобиле 7 лет, это было давно уже, правда, и проработал из них с индустрией, с CVL, много лет тоже проработал, работал с Кэром, в частности, это были хорошие времена, когда мы с Мобилом работали, в Мобил поставляли туда очень много Деллоков, и бывали времена, когда я сам лично ездил, раскредитовал в Новосибирский вагон, с Мобиловской продукцией, вагон, полностью с Деллоками, один вагон, конкретно, которым были только одни Деллоки, и эти Деллоки, и 1540, и 1040, и МК, ну, и МК еще были, кое-что там приходило, они все поставлялись на Кэр, полностью, весь вагон уходил на Кэр, это было за месяц примерно, то есть это были очень хорошие времена, когда Мобил превалировал на рынке, я там, на Казубасе, вот, поэтому бы времена были хорошие, вот, что касается наших баранов, давайте вернемся, в Новосибирске мы будем работать точно по такой же схеме, с нашими потенциальными клиентами, которые будут у нас закупать линейку CVL по ИГЛ, дизельную линейку, это могут быть угольные разрезы, транспортные парки, карьеры, там, грузовые предприятия какие-нибудь, или АТП, либо предприятия, которые в своем активе содержат большое количество строительной техники, грузовой и так далее, по продуктам гидравлическим, по дизельным продуктам и так далее, то есть вы с нами работаете, закупаете у нас дизельную продукцию, либо там гидравлические масла ИГЛ, мы с периодичностью некоторые к вам приезжаем, забираем у вас пробы отработанного масла, обычно это происходит на 250 моточасах, кто с этим не был раньше связан, вот, делаем анализы в Новосибирской аккредитованной лаборатории, у нас они есть здесь тоже, и, соответственно, представляем вам результаты испытаний, которые вы осматриваете, делаете статистику и так далее, принимаете решения или делаете какие-то выводы. Это делается, все будет за наш счет, то есть мы берем вас на обслуживание при работе с нами по продукции ИГЛ после велолинейки, вы можете делать это сами, для того, чтобы избежать каких-то ошибок, можете сами заниматься отправкой отработанных масел в лаборатории, аккредитованной, мы будем просто это оплачивать с вами, в договоре пропишем сроки, как это, с какой периодичностью делается и так далее. Вот, это правильный подход к тем предприятиям, которые занимаются, которые имеют в своем активе большое количество грузовой техники, строительной и так далее, потому что это позволяет рационализировать расходы, это позволяет отслеживать состояние своего парка транспорта. По CVL-линейке, по индустриальной линейке ИГЛ, и в принципе, по CVL-индустриальной линейке мы давно не работали, честно скажу вам, я проработал, еще раз напомню, в Оксамобиле много лет по этой тематике, но последние много-много-много лет мы занимаемся только PVL, в основной массе, это наши 95% продаж, PVL-сегмент, поэтому, конечно же, да, мы с индустрией CVL-линейки, к сожалению, к огромному сожалению, не занимаемся уже давно, хотя это мне всегда было интересно, когда я занимался этим сам, мне это было интересно, я как бы с удовольствием занимался, тем более, еще поездил очень много по разным разрезам, по шахтам, по горнодобывающим предприятиям в свое время покатался, вот, поэтому мне это было интересно всегда, как бы, да, и индустрия была интересна, просто от этого мы немножко отошли, в сегмент PVL больше ушли, вот, поэтому, если кому-то интересно CVL-линейка ИГЛ, еще раз, ссылки все на результаты испытаний, для того, чтобы могли понять, как это работает, я размещу в описании к этому видео, все прайсы вы можете получить у наших менеджеров по запросу, в описании к этому видео будет ссылка на все наши контакты, перематывайте в самый низ, там есть все полностью наши контакты, телефоны, дублирующие телефоны, не забывайте, что мы находимся в Новосибирске, работаем мы с 9 до 5 с понедельника по пятницу, учитывайте обязательно разницу во времени, потому что очень много вопросов, почему я на звоню не звонился, у нас очень много просто звонков, и мы работаем в определенное время, с 9 до 5 с понедельника по пятницу, звоните в рабочее время, пожалуйста, вот, либо пишите нам на почту, в почту также будет описание к этому видео, там будет служба поддержки, она вам обязательно ответит на ваши вопросы, на этом все, с вами Антон Воронков, вы на канале Maggi.ru, подпишитесь, поставьте лайки, жмите колокольчики, надеюсь, это видео стало для вас интересным и полезным, ждем новых клиентов, делайте запросы, спрашивайте, что вам интересно, всем пока!